Сериалити ведущий как стиль жизни это проект для начинающих ведущих, которые пробуют себя в трех направлениях, работа на мероприятиях, работа в кадре и работа в прямом эфире радио. Этот проект направлен на то, чтобы научить ребят раскрыть их талант, то есть подшлифовать какие-то навыки, которые есть у них уже, раскрыть в них новые грани, то есть, прямо скажем, если голос не поставлен, то поставить его туда, куда нужно, открыть гортань, поставить опору и прочие вещи. И второе, этот конкурс, поскольку это формат реалити-шоу направлено на то, чтобы порадовать зрителя, да, привлечь внимание зрителя, соответственно, участники проходят серию испытаний, то есть они не просто учатся чему-то и показывают себя, но и проходят испытания, через которые раскрываются определенные компетенции ведущих. Проект длится, вот если говорить про образование, да, полтора месяца, то это серия мастер-классов, проходят они в этом сезоне, так получилось, что они проходят только по выходным, это и мастерство актера, это и телемастерство, работа в кадре, это и маркетинговые коммуникации, да, как продвинуть себя, как сформировать собственный личный бренд, это и все необходимые, да, компетенции, пластика на сцене, сценическое движение, сценическая речь, в общем, все то, что нужно артисту разговорного жанра. Хочу сказать, наверное, забегая вперед о том, что у нас впервые за три сезона мы впервые проводили одного участника, то есть он покинул проект, хотя в принципе проект не подразумевает каких-то испытаний на вылет и так далее, то есть у нас четкая рейтинговая система и от и до доходят все, но в этом сезоне впервые один участник покинул проект, по каким причинам мы опять-таки покажем в эфире, начнем с того, что в принципе организаторы не выделяют для себя каких-то любимчиков, нелюбимчиков, да, мы относимся ко всем объективно, то же самое касается приглашенных тренеров, они смотрят на всех и считывают объективную картину, если кто-то был сильнее, они его оценят лучше, кто-то был слабее, они оценят его, естественно, хуже. Проект настолько непредсказуемый, у всех есть возможность где-то вырваться вперед, а где-то настолько испортить себе рейтинговую картину, что вот только в эфире мы узнаем все-таки имена счастливчиков. Мне важно, чтобы ребята не терялись после проекта, и когда вот я вижу, что у нас, скажем, половина участников на виду и на слуху, для меня это успех, а мы следим так или иначе за всеми. То есть, прямо скажем, ребята, которые приходят в проект, уходят из него уже друзьями, ну то есть мы не делаем какой-то жесткой дистанции, да, что вот ребята пришли, ребята ушли, нам не важно, кто вы, что вы и так далее. Все равно за вот этот вот огромный съемочный график, который у нас есть, да, сплочение происходит настолько, что мы знаем не только как кого зовут, кто где живет и у кого там в жизни, как что происходит, но мы прекрасно общаемся и после проекта уже ждешь. Поскольку мы все эти три года изменяли проект максимально, чтобы и участникам было интересно, чтобы они не сказали, а, мы знаем вот это испытание, нам оно предстоит и мы будем его делать. Нет, у нас в проекте все максимально непредсказуемо, мы всем об этом говорим, не надо пытаться нас разгадать, не надо пытаться там найти какие-то пути, что будет вот так и никак иначе. Мы делаем все максимально по-другому. Перспективы у проекта есть, начнем с того, что, в принципе, когда я задумывал этот проект, я не думал, что все будет настолько плотно, настолько серьезно и настолько живой интерес вызовет, да, у аудитории такой отклик. Поскольку мы объявили этот сезон последним, телевизионный, то проект развернется уже в оффлайновой, назовем это так, вне эфирной плоскости, да, поскольку, скажем, я понимаю, что есть запрос и мы сделали студию ведущих, то есть для тех людей, которые хотят себя проявить, они могут, не выходя к зрителю, не проходя через испытания, не ломая себя через там вот эту атмосферу реалити, просто прийти в студию ведущих и начать заниматься. В обычной жизни я понимаю, что этот проект настолько интересен, что люди хотят пробовать выступать на публике и выступать на публике не только, да, со сцены, но и в каких-то других ипостасях и в этом им может помочь та же самая программа мастер-классов, которую вот мы, скажем, да, проводим с ребятами в реалити-шоу. Субтитры создавал DimaTorzok